Друзья, ну как же я могу хоть один выходной обойтись без строительства бани? Да не могу! И сегодня я в своей бане занимаюсь половым вопросом. Ну а именно устраиваю полы в кладовке. Да, будет у меня такое помещение, которое будет соприкасаться с топочной. И поскольку это помещение будет холодное, я не шибко-то буду мудрить. Вот они, дощечки, уже которые готовы. Раньше они 30 лет служили на терраске в моем старом доме. И еще, я думаю, столько же как минимум послужат уже в моей бане. Потому что доски сохранились, ну если не идеально, то близко к этому. Скажите, почему я решил начать с какой-то там кладовки, а не с бани? Да все очень просто, ребята. Когда я разбирал свой старый дом, то в нем было достаточно большое количество вещей, которые попросту было жалко выкидывать. Например, новая кухня, которую я купил в этот дом совершенно незадолго до его сноса. И вон она, видите, сзади у меня там в беседочке зеленеется. Я ее выкидывать не стал, зная, что я ее размещу как раз-таки вот здесь, в своей бане. Вот она моя кладовка, которая... Это бывшая комната отдыха в моей старой бане. Ну, наверное, да, для того, чтобы просто выйти отдохнуть, полежать на топчанчике и выпить чай из самовара, этого было достаточно в 20 веке. Ну, в 21 веке я решил все переделать. Теперь это будет кладовка. Вот у меня лаги уже настелены. Моя задача сегодня сделать А-мембрану снизу, чтобы не задувала влага. В-мембрану на утеплитель. И хоть это холодное помещение, я все равно сюда заложил во все отверстия старый утеплитель толщиной всего-навсего 100 миллилитров. Не, миллиметров. Миллилитры это немножко из другой оперы. Для того, чтобы, ну, хотя бы просто не было каких-то там температурных перепадов. Да, у меня всегда здесь будет летом плюс-минус одинаковая температура. Ну, и осенью в том числе. Ну, что здесь будет храниться? Банки, склянки, пустые всякие там соковыжималки, сушилки. Так что, хорош болтать, ребята. Вооружаюсь молотком, ножовкой, уровнем и чем-то там еще. И пойду делать. Ну, а вам уже покажу более-менее готовый результат. Ну, вот, друзья, первую часть работы я сделал. Сами видите. Б-мембраны, стены обтянуты. Теперь будем делать ветроизоляцию. И она же пароизоляция изнутри. Наверное, какие-то строители профессиональные будут сейчас меня ругать вовсю. Скажут, блин, какой-то хренью он занимается. Но я делаю так, как считаю нужным. Делаю так, как понимаю все это по законам физики. Мне важно сейчас защитить мое вот это помещение от проникновения влаги извне. То есть, со стороны земли. Поэтому я, в общем-то, эту мембрану здесь сейчас и прибью. Она со своей задачей будет справляться на 100%. Кому-то из вас, друзья, это может показаться переводом материалов. Но это совсем не так. Постараюсь вам сейчас аргументировать. Вот здесь вот снизу в сырое время года будет попадать влага, которая, в общем-то, будет, наверное, портить деревяхи мои. А так я их защищаю. И деревянные полы снизу будут у меня защищены вот этой мембраной. А сверху они у меня будут покрыты линолеумом. Поэтому влаги не будет ни оттуда, ни оттуда. И мои деревянные полы лет 30 прослужат без каких будто ни было проблем. Вот так вот выглядит частично реализованная задумка моих полов. Вот, как вы сами видите, внизу мембрана. И сюда дальше я буду... Сейчас следующие слои сверху полы. Еще утром, когда я готовил эти доски, я думаю, что я их буду строгать, нарезать четверть. Потом же я так подумал и решил. Думаю, нет. Все равно это хозяйственное помещение. Здесь будет скапливаться какой-то мусор, остатки там земли и так далее, и так далее. Деревяху, да тем более положенную поперек, практически невозможно вымести. Это будет просто геморрой. Но у меня остался еще и линолеум со старого дома. Я пошел, посмотрел. Он в очень даже хорошем состоянии. И здесь, ребята, сверху сегодня ляжет линолеум, который сделает полы ровными. За ними будет легко ухаживать. У меня нет необходимости теперь нарезать четверть, потому что никакой ветер отсюда попадать, холод не будет через эти щели. Все эти щели просто сверху заложатся линолеум. Последний гвоздь вбит. И полы на 90% готовы, ребята. Смотрите, что они у меня такие разномастные. Самое главное, что они ровные, в уровне. Осталась теперь одна история. Затянуть пленкой потолок. И можно заниматься обрешеткой. Когда работаешь с пленкой, ребята, тут два в одном. С одной стороны, геморрой, конечно, невообразимый. Но зато плоды труда видны сразу. И моральное удовлетворение, как говорится, тоже сразу. Поэтому, как бы мне не хотелось заниматься вот этой хренотенью, но полезу и буду это делать. Я еще не решил, как я буду здесь утеплять потолок. Да это на самом деле не важно. Потому что моя задача сейчас сделать вот эту пленку. И тогда я могу, в общем-то, уже и подшивать потолок, и подшивать стены. Мне ничего не будет мешать. А это моя главная задача на ближайшие дни. И о чем я задумался сегодня еще, друзья, то, что тоже меня мучает и гложет, это электричество. От него, по ходу дела, мне не уйти. Потому что, как минимум, в этой комнате его надо уже проводить прямо сейчас. Хочу я этого, не хочу. Но буду браться за это дело. Вот, друзья, как-то незаметно я так подшил потолок. Даже вам не показал, как это делал. Ну, а что показывать? Вагонка у меня была. Потихонечку бей да бей. Ну, и, в общем-то, и обрешетка под обшивку стен тоже готова. Так что сейчас готовлю доски. А вот доски, ребята, это уже непростая затея. Потому что, как вы помните, строю я, как говорится, из того, что было. Стучек 40 досок настрогал, нарезал. Хочу немножко сменить тему, потому что надоедает делать одно и то же. Сейчас буду фрезеровать паз, ребята. Для того, чтобы не покупать вагонку, ну, и чтобы не было щелей, я буду лепить доски одну к одной по технологии в четверть. Вот такая выбирается четверть в одной и во второй. И когда они вдруг на дружку находят, вот так вот, фактически, здесь никакой щели не остается. Вот такую вот белорусскую фрезу я купил, которая, ну, сколько толще, шириной 6 миллиметров паз может делать. Ох, братья-белорусы! Как мне кажется, была бы эта страна чуть побольше, они бы Китаю конкуренцию составили бы в два счета. Ровно половина. Так что сейчас первым заходом все тонкие, потом чуть-чуть увеличим все толстые и в баню прибивать их. Дождь меня прогнал с улицы, так что пришлось заканчивать мое фрезерование, обрезание, строгание и перемещаясь в кладовку, обшивать теми досками, которые я успел наделать. Страиваемся первой доской по уровню, чтобы у нас не заваливалось ни вправо, ни влево. Ну вот как-то так. Ну вот и прибита последняя доска на сегодня. Все, ребята, доски пока закончились. Надо вновь обрабатывать, строгать, точить, резать, нарезать четверть. По моему мнению, получается очень даже неплохо. Чуть позже я все эти деревьяхи покрою скорее всего лаком, потому что просто он у меня есть. Вот по этой стене и сзади меня здесь будут стеллажи, на которые можно будет ставить банки, всякую там мелкую технику, сушилки, соковыжималки, ну и сезонную фигню, которая здесь будет храниться. Вот. А здесь уже будет такая разделочная зона. Будет висеть шкаф, будет стоять кухонный стол, туда будет большая столешница, нижний ярус будет для хранения всяких ведер, ящиков с урожаем, а верхние ярусы для банок и всякой такой мелкой бытовой техники. Сегодняшние выходные прошли очень даже продуктивно. Я даже сам не ожидал, что я за один выходной успею столько построить, но уже пора домой, потому что воскресенье подходит к концу, пора отчаливать. А с вами не прощаюсь, ребята, потому что с вами мы увидимся вот здесь вот, в следующем видео. Проходите по ссылке, там тоже очень интересно. Пока, ребята.